Здесь собрались участники самых разных возрастов. Уровень подготовки тоже различный. Евгений Дроняев, например, учитель географии. Поэтому готовился он целый год вместе с учениками. Подготовка была. Я участвовал в прошлые годы в подобные акции. Имел представление, какие примерно нужно темы, задания повторить. А вот самый юный участник не изучает географию в школе, но уверен, что получит высокий балл. Я пока никак не готова, честно говоря, но думаю, справлюсь. Потому что меня мама все-таки инструктировала раньше-то. Говорила, что там, в каком море, какое течение. Поэтому, думаю, я готов. И все же основная масса участников – студенты. Нас подготавливал наш преподаватель по экономической географии. И подготавливал хорошо. Поэтому мы пришли сюда заряжены и пришли хорошо написать. Задача получить максимальный балл сохраняться должна, но все же не является первостепенной. Цель этого, теперь уже международного географического диктанта – это популяризация географических знаний. Известно, что Россия знаменита многим. И, конечно, прежде всего, я полагаю, географией, своей географией, своей уникальной географией, своими размерами, своими просторами и так далее. И вот эту географию надо понимать и знать. Диктант состоял из двух блоков, в каждом по 15 вопросов разного уровня сложности. Узнать свой результат можно будет на сайте Русского географического общества после 30 ноября. Юлия Сабельникова, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной.